Первыми смахчимостями центра ознайомились керувники научных установ. Потом организовали экскурсии для наставников. Теперь головные наведывальники тут, выхованцы из детских садов и школьники. У лицея Министерства по надзвышанных ситуациях кажутся, что эффективность таких занятков вельми высокая. Тем больше, что только теории у центра не обмяжевываются. Основный упор на практичные занятки. Для меня стало откровением, что некоторые ребята даже на программе боятся вызвать, при помощи обучающей программы, боятся вызвать спасателей. Чувство страха возникает. Поэтому здесь дети все практически пробуют. Позвонить спасателям, практически пробуют потушить пожар огнетушителям, находят выход из задымленного помещения, оказывают первую медицинскую помощь на манекенах. То есть процесс обучения заключается в том, что ребята практически выполняют все навыки и действия для того, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию, если попали, как выбраться из нее. В ротовальнике Пирокананы, коли не займаться с детьми пытаниями беспеки, ситуация может стать критичной. Навод не кожны дорослы ведая, что робить у выпадку надзвычайной ситуации. Республиканский конкурс «Беспечное дятинство» спроба не только звернуть увагу на проблему, а лейзнастие и практичное вырошение. Алло, 101, у нас произошло возгорание. Улица Рябиновая, дом 4А, квартира 13, этаж 4, Яков Левосоня. Конкурсную программу провели у некольких номинациях. От створения кутков «Беспеки» для детей до работы с батьками. Надали увагу и вынаходницам по беспеции життедейности. Дарыша, ответный школьный курс так само плануется дополнить. У его основе будут распросовки Гомельского центра «Беспеки». Для наставников организуют специальные курсы у институтах повышения квалификации. Первое, посмотреть, какой мы можем продукт программный внедрить в учреждения образования через те компьютерные возможности, которые есть в школах, через те мультиборды, через те проекторы, которые есть, что мы можем внедрить. Второе, что мы можем организовать в плане обучения педагогов, которые занимаются преподаванием данного предмета. И вот эти две составляющие, они могут позволить нам массово видоизменить сам процесс обучения.